Сейчас наше путешествие продолжается. Хотим большое. Мы, к сожалению, без стихов, но хотим поблагодарить, сказать большое спасибо за то, что пригласили нас на такое мероприятие, позволили окунуться в творческую атмосферу. Очень отрадно, что в нашем городе живут и приезжают в гости такие прекрасные, талантливые люди, молодежь. Анечка, ты вообще огромный молодец. Я считаю, что написать и выпустить свою собственную книгу — это достойное событие, и мы хотим от лица молодежного парламента нашего города подарить тебе небольшой подарочек. Надеюсь, он тебе пригодится. Продолжай дальше писать, творить, вдохновлять и вдохновляться. В этом случае я хочу пригласить молодежь города на общественный прием молодежного парламента, который состоится 29 января в 7 часов вечера в комплексном молодежном центре. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, наше путешествие продолжается. Любите ли вы путешествовать? Замеряет ли ваше сердце от шума мотора и вид облаков из иллюминатора? Или может быть вам больше по душе замешив деревья при дороге? Однако там, куда мы отправляемся, дороги нам ни к чему. Понадобится только воображение и мечты. Идет, другой такой. Мне хотелось бы бросить Москву. Раскроить самолетом все швы, прошлогодний жечь лист фут, пепел выкинуть из головы. Я уеду. А важно ли куда? Ведь гораздо ответственнее с кем фотоплеткой брать города и теряться в отсутствие схемы. Покупать сувениры друзьям. Строить планы на собственный дом. Подожжи стирать по камням. Играть за граничным котом. И вдыхая морской аромат, промочить себе ноги волной. Потом возвращаться назад. Ну так что, полетели со мной. В последнее время мне довелось довольно много путешествовать. И эти путешествия подарили мне новые впечатления, эмоции и, конечно же, знакомства. Выступает Мария Толстова. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем добрый вечер. Аня, спасибо большое, что ты пригласила сегодня меня к себе на такое волнительное мероприятие. Я бы хотела сказать отдельное спасибо твоим родителям за то, что они воспитали такую очаровательную, умную, симпатичную, отзывчивую девушку. АПЛОДИСМЕНТЫ Аня, что я считаю стихотворения. Его я написала не сама, но как только я увидела это стихотворение, сразу вспомнила Аню. Это стихотворение про то место, где мы с ней познакомились. Я расскажу вам про Армению, друзья. Она волшебна, как лицо невесты. Она пленила красотой меня, что не найти теперь уж места. Под сводом мыслей этих строк я пою о ней с любовью, Чтобы вдохнуть еще глоток из облаков там над землею, Где образ ей рисует Бог, на склонах пробуждая краски, Цветами ярких лепестков украсив лиг ее прекрасный, Который вижу я во снах, зовущих оказаться снова В армянских сказочных мирах среди блаженства неземного. Спасибо большое. Как известно, люди отправляются в путешествия чаще всего летом, Чтобы захлотить больше тепла, солнца. Однако все когда-то кончается. Это лето так скоро кончится. Представляешь, остался месяц. Умирающий август корчится, покрывая нас пыльной извесью. Нито пули летят, то тянутся, словно мумы трухлявой нитки. Что зимой от них останется? Только трещины в старой плитке. Пара высвешивших фото на полке. Ряд ли смогут напомнить о чем-то. Пару солнца выжженной пряди в челке. В нас вернутся привычный черный. Кеды больше не просят каши, чемоданы, погруженных в спячку. И фотограф в своем репортаже не сумеет устроить подначку. Вечерами я слышу прощальный и тихий голос, за лучшим закатом. Так же добрый, но очень печальный. Может все повторится когда-то. Времена года бывают изменчивые и подвержены капризам погоды. Однако они неизменно дают вдохновение. Сейчас выступает Александр Хохлов. Добрый вечер. Спасибо, что предоставленную возможность поделиться на этот раз весенними впечатлениями. Стихотворение называется «В майском лесу». Вступаем в лес, разведанный, но древний. Родной, неразбазаренный запас. Здесь заячья капуста, как деревня. Однако елок больше, чем у вас. На вырубке добыча короеда. Над ней работал трактор лесника. Но стороня стрелевочного следа пройдем на насыпную кое-как. Смотри, на берегу охряной, лисьей, несущей хвою и кору реки. Края делюшки из опавших листьев приподнимают свежие строчки. Сегодня солнце светит надо всеми, Но май суров, капризен и непрост. На ветках зяблики справляют новоселье. Подрухнувший березой Шумный грозд поймает червяка. Давай, питайся, я отойду и встану вдалеке, Где папоротник расправляет пальцы, Спеленутые в плотном кулаке. На мякоти осинового луба Откроются резные письмена, А возле комля ствол пойдет на убыль, Бобровая хозяйственность видна. Поклонники природы, прихожане, Живем в замоноличенном краю, И только на природе выражаем Сердечную привязанность свою. Сборника, надеюсь, это только начало, А новые мысли, новые впечатления Всегда будут в количестве достаточном, Чтобы радоваться самой И радовать своих читателей и слушателей. Ну и сейчас я прошу еще одно, во имени года. Листья кружились и падали, На воде качаясь, как будто стайка голодных рыб. Их шерсть почти не слышен, Но он везде, От самой реки до скопления парковых клыб. Весь город шубы укутался, Желтый приз взметнул ее в полы, Прохожий привел в восторг, Осень меняет краски, Таков каприз, С девушкой этой, Однажды вместе, Утром морозно, А днем, словно лето, пришло. Проказам не стоит верить, Сплошной обман. Люди ворчат, А хозяйке сезона смешно, Только советуют жёлуди прятать в карман. Зонтики всех расцветок и плащ дождевик, Спасут ли от ливни, Вот это еще вопрос. Три месяца солнца, И ты от всего отвык, Погода, как поезд на зельцев, Идет под откос. Останется только свитер и свежий чай, Под пледом теплее, Но скоро уже сезон. Зимой первый вестник, Пора, выходи, встречай, А осень оставь на память, Как дивный сон.